Всем добрый вечер, мои дорогие друзья! Решила сегодня приготовить сладость моему мужу. Почему? Потому что последний вечер. Уруч. Хотела сделать приятное, да? Поэтому решила повозиться. Такое легкое пирожное, вы можете посмотреть его по этой ссылке сверху, справа. Шепшак называется. Такое бюджетное, такое очень простое в приготовлении. Сейчас 20 минут седьмого, да? Так, мне надо установить на 20 минут как раз. Вот, 20 минут хватит, смотрите. Оно будет очень быстро готово. Так, мой муж пошел, принес хлеб. Вчера был, йогурт закончился. Готовлю кофтару, сегодня у меня голодание. Я ничего не кушаю. А что я ему готовлю? Да убирала сегодня, наконец-то. Залу все почистила. Выдвинули эти шкафы и все почистили с мужем. Капитально, но и с мужем. Вон ветки там птичек, я здесь. И, в общем, все подготовились уже. По возможности, с ума я тоже не сходила. Я, ну, по возможности, убрала. У нас такая погода. У нас осень пришла. Зима пришла, зима. Видите, у меня чистый газ. Сироп готов уже у меня там. Чистый газ, да. Вчера на кухне приводила в порядок все. Сегодня я вот в зале работала. Спала 4 часа. Проснулась рано, потому что у меня была работа. Буду делать, вот, смотрите. Полузаготовки есть, ноут. И все. А тут у меня рис в кипятке. Если вы хотите хороший плов, рассыпчатый плов, то я вас научу. Есть, конечно, у меня на канале рецепт. Но я еще вам покажу, как делается. Мне не трудно. А как это ноут? Смотрите, сначала у меня фарш был. Потом добавила луковицу огромную, чесночок, приправы. Но это все потушилось. Добавила я ложку томатной пасты. Сейчас я добавлю ноут свой. Одной рукой неудобно просто все это делать и снимать. И добавлю кипяток. И все, мои друзья. Готово почти. Закипит и готово. Соль добавить там по вкусу. У меня все такое в процессе подготовки. Будем с вами готовить плов. Сейчас покажу вам. Здесь оно у меня уже здесь. Видите, какое красивое. Варится. Пускай чуть-чуть горох проварится. Так, ну, смотрите. Я в последнее время все на оливковом масле. Вот. Оно, сковородка должна быть нагретая. Берем вермишель. Вот так вот насыпаем на глаз. Все делаем на глаз, девочки. Не все, а некоторые моменты на глаз. И оно у нас жарится. До такого коричневого, золотисто-коричневого цвета. Можно включить и это тоже. Вам будет видно, но видите. Оно быстро начинает шуметь. Многим это не понравится. Смотрите, оно быстро все делается. Этот рецепт проверенный. Вы, если будете по моему рецепту готовить, у вас всегда получится плов. Вы видите, что поджаривает промытый плов. Так, сейчас мы вермишель опускаем наш в рис. Перемешивая постоянно, вот так, нужно перемешать. И чуть-чуть пожарить, чтобы испарилась жидкость нашего риса. И не обязательно постоянно оно, чтобы должно здесь быть. Ну и за это время можем там убрать, здесь убрать. Самое главное, смотрите, нужно замочить в кипятке и хорошо промыть водой. Вот успех плова рассыпного. У вас обязательно получится. Вот так вот мы чуть-чуть пережариваем. Делаем все на, видите, на большом огне. Вот, на среднем огне я его не убавляла, поэтому быстро так и пожарилась в вермишель. Шехрия называется по-турецки. Еще другую употребляют в этот плов. Можно также добавить и нут. Нут добавляет вот то, что я сейчас делаю соус. Почему-то я думала, что у меня есть фасоль. Вот надо мне сейчас ее замочить, отварить, чтобы у меня была. Потому что любит муж мой тоже фасоль. Уже скоро сезон заканчивается. Я такая сонная, потому что не спавшая. Поэтому простите меня уже. Сезон заканчивается куру-фасолью. Летом никто ее не ест. И надо ее... Все, что есть у нас там, холодильник я прячу, чтобы не завелось ничего. Надо ее использовать. Мне нельзя пока, так как я вот сегодня, у меня какой день? 12-го будет 2 месяца. Надо посчитать, кстати, точно дни. Погонки сегодня 59-е. Вот уже у меня там сладость пропала. Посмотрите, друзья мои. Я взяла вот такой стакан риса. Залила кипятком. Соответственно, я беру 2 таких стакана воды. Один к двум. Выливаем воду. Можно холодную, можно горячую. Перемешиваем. Добавляем соль. Соль, естественно, мы уже перешли на такую соль. Гибалайскую, днисоль. Полезная. А та бестолковая соль. Бестолковая, которая не дает ничего. Я сейчас, кстати, заварю себе в кипятку чайную ложку и выпью соли. Она придает сил. Вот, когда будет ифтар. Он уже скоро подходит к концу, через полчаса. Сейчас оно будет кипеть до выкипания воды. И в этот момент можно добавить, если вы хотите, масло. Вот в этот момент. Вот. Знаете, так как у меня тут достаточно, мне кажется, много не надо моего мужа, но можно еще добавить. Вот. Достаточно. Плов будет обалденно вкусный. И ждем, пока выкипит эта вода. Сейчас надо посолить мне. И продолжим. На большом огне. Огонь не убираю. Здесь что у меня? Ох, красота. Давайте пойдем посмотрим нашу, нашу выпечку. Как оно тут выглядит. Да, выпечки надо еще. Значит, полчаса, а не 20 минут. Значит, мы добавляем 10 минут. Красивое все-таки. Как только жидкость почти испарилась, вы видите, мы уменьшаем огонь. Она уже, видите, начинает такой, как и тут. Просто, наверное, на 2 минуты. Накрываем крышкой. Это все делается очень все быстро. Вот. Еще пускай попрелку, поварится вот на таком маленьком огне. Достаточно прошло несколько минут, пока я пошла к Ашкину, спросила, какой он будет в салат. Он попросил меня сделать нормальный салат. Не как для коровы. Это в каком смысле, что не надо ни мару, ничего, никакую зелень. Только огурец, помидор и зеленый перец. Вот смотрите, вы видите, я его вот так помешала. Вот так я выключаю. Вот так я накрываю. Ничем больше не накрываю. Ни какой салфеткой, ничего. Просто вот так вот накрываю. Можно накрывать, можно просто вот так раз. Полотенце. И все, мои дорогие, у вас будет самый беспроигрышный рецепт плова. Это я просто гарантирую. Если вы сделаете так, как я сказала, у вас всегда он будет рассыпчатый. Потом покажу, какой. Какая красота получилась. Вот сейчас они готовы. К этому времени я приготовила вот такой салатик. Я же не кушаю сегодня. Кладем мы сюда это. Плов у нас. Сейчас покажу, какой получился. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем сироп. Два стакана воды на стакан сахара. И поливаем наш. Сироп и лимон еще добавляем, чтобы был вкус лимона. Вот. Через какое-то время сироп впитается. И все, мои дорогие. Сладости готовы. Сейчас покажу вам плов. Какой получился плов. Через 10 минут и в тар. Так что надо поспешить. Смотрите. Это стопроцентный рецепт. Будет здорово, Светлана. Вот. Видите? Какой рассыпчатый. Смотрите. Какой рассыпчатый и красивый. Вот. Приятного аппетита моему мужу. Сейчас это все накрою. Будем ждать своего часа. А я приготовлю пока что. Как вы думаете? Воду горячую с уксусом яблочным. А сейчас покажу вам, как я все делаю это, друзья мои. Почему я вам все покажу? Потому что вот вы будете удивлены некоторые. Ну, действительно, девочки некоторые пишут и меня спрашивают. Светик, как ты, Светочка, делаешь? Покажи все, расскажи. Вот беру я такой уксус. Видите? Моя заловка дала. Яблочный. И добавляю кипяченую воду. Ну, желательно сейчас не не горячую такую, потому что мы не успею я. Не успею я. Поздно сделала. Вот. Добавлю еще потом. Ой. Да. И столовую ложку уксуса. И все. И пьем. Всем добрый вечер, друзья мои. Мы готовы к кафтару. Горячая вода с яблочным уксусом. Ноут с фаршем. Салат. Финики. Йогурт. Пилав. Зеленушка. И это не все. А на десерте я с вами уже приготовила шепшак. Очень легко готовится. У меня на канале есть на Ютубе. Друзья мои, это так бюджетно и так быстро. Просто. Оно сейчас все впиталось у меня. И будет аж кем кушать. Это не для меня. А у меня сегодня ничего. Ноль-ноль. Почему? Потому что я 48 часов голодаю. Всем приятного вечера. Будьте здоровы и счастливы. Сегодня у меня такой блог про еду. Про то, что я готовлю. Я так люблю этим заниматься. Хотя многие мне говорят, что у меня руки выросли с другого места. что кулинария это не для меня. Это очень странно слышать. Странно слышать. Но я принимаю то, что думаете вы. Вот такой ужин я приготовила в итоге моему мужу. Плоу. Видите, какой он рассыпчатый. Вы просто посмотрите. Салат. Почему мой муж не идет, кстати? Потому что заснул там. И вот мои цветочки красивые. Которые делают красивый день. А я знаете, что буду? Я выпью горячую воду с уксусом. Здесь у меня заварен шиповник, мята, веточки вишни. Вот. Буду это пить. Кофе хочу тоже выпить с турецки. И голодание. Давно не показывала вам наших птиц. Вы знаете, что они сейчас делали? Они занимались с этим делом. Вот от кого, от кого от нее не ожидала. Мы думали, что шокер это делает его женщина. А тут, смотрю, он сел на принцессу. И она, главное, ничего не делала. Против не было. Видите, она идет к нам. Наша принцесса. Принцесс. У нас, значит, будут птенчики. Да? У нас будут птенчики. Шок, шок, шок. Как интересно. Мавиш, аферин, мавиш, аферин.